Местер Женя занимается тем, что является искусством на Позняках. Собственно, вот этот вопрос, который появился из этого расследования, кому оно здесь надо, надо ли оно вообще, и надеюсь, здесь есть и без Позняков, кроме прекрасных организаторов проекта. Начальная гипотеза, которую я поставил еще пока не в уважении, о том, что, ну, если я могу сказать о себе, я живу в основном на Льва Тустого и бываю в основном на Подоле, то есть два места, где я, собственно, существую и никогда не жил на спамерной районе и не видел, что за это происходит. Я думал, что здесь как-то доминатная культура, все ходят по бабам и так далее, вот. И хотел найти какую-то маргинальную, это был как бы мой стереотип восприятия культуры того, что здесь должно происходить. Ну, когда я приехал сюда, я уже понял, что здесь что-то другое происходит. А, вот почему это есть такое, потому что я смотрел эту схему до этого, это 2012 год, статистика по зарплатам, и только трещина получается хуже, чем здесь. Хотя здесь потому что здесь даница. Вот. Вторая проблема, которая сразу столкнулась, с тем, что местные жители не знают, что такое Позняки. То есть непонятнее, где они живут, и они определяют Позняки не так, как в архитектурном плане, определяют его по метреоле, еще как-то вот, как Сеня показывала. То есть говорить с ними еще о культуре Позняках непонятно, о чем я говорю, о каких Позняках. Ну, я вот ставил себе цель вот этих Позняков. И вот первое, что я увидел, когда я сюда приехал, это 2D, это дома и дети. Собственно, о чем здесь можно говорить с людьми, это о домах и о детях. И самое центральное, наверное, здесь не сильно видно, чтобы показать различия, которые вообще можно провести, это типовая школа, то есть она показывает и дома, и детей. 90-х годовых таких штук 5 и таких новых 2. И сразу видно, как поменялось дизайн. И отсюда сразу понятно, что можно четко достаточно поднять людей, которые живут в фанельных домах, и людей, которые живут в новых домах. У них совершенно разный опыт пожилания на этом районе возникает. На новых домах такая штука, что по первому этажу теперь не жилищные, а не живой фонд. Там есть кафешки, и когда я там проходил, у меня такое ощущение было, как и центр, то есть нормального места. Потом я еще начал спрашивать местных, как они здесь живутся, они сказали, что стало куда лучше. То есть раньше все пили, вот такое было вообще непонятное. 90-е все за другом осили, а тут сейчас все перешли на спортивные площадки. Мы видим все эти, там такие толпы вещи, он собирается, занимается спортом, что вообще. Да, 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 да. А, и кто-то он сказал, что в последовательном соотношении, собственно, ничего не поменялось. То есть как было бы это было, то он теперь стал заниматься спортом. Обязательно. Вот, и то, к чему я пришел, просто ходя и смотря карту, и то, что здесь происходит, что здесь достаточно широкая градация и места жительства, и тем самым культуры, которая отсюда исходит. От самого ужасного, это село Цыгане, и те люди, которые в метро не дают проходить, которые, собственно, тоже потенцируют культуру села. Потом поздники 1, это место, которое люди получали, мне понравилась уже фраза одного человека, что жилье полученное не является жилье купленное, то есть им это жилье дали, поэтому они к нему никак не относятся, они, ну, они там пьют и так далее. И поздники 1, это совершенно интересная вещь, которая находится над Шиберсом, с Жандракой, она никак не совпадает с основными поздниками. Дальше есть поздники 5, 6, есть там, да, да. Самое интересное, что я потом посмотрел, это сайт, который занимается недвижимостью, и хотел посмотреть, какие самые лучшие дома, это понятно, поздники 1, и самые лучшие дома оказались, ну, у них там, правда, 2019 год, это поздники 8, это вот, как раз там, где было, как решение, и все вокруг этого, вот эти дома являются лучшими с точки зрения покупки сейчас, потому что они обжитые, там есть инфраструктура, в отличие, например, от ноуса рядом с ноусом, потому что там до сих пор строятся. Вот, следующее, что тут сразу стало понятно, когда спрашивают людей о искусстве, что здесь есть очень четкое отделение, то есть, если ты ребенок, и тебе нет еще 18-18 лет, то у тебя все хорошо, у тебя есть образование, тебе помогают, они тебе что-то покупают, здесь датыкают всяких искусств, которые происходят. И, получается, дети, я их спрашивал, что вам нравится, все нравится, все хорошо, ходим в театр, смотрим, рисуем, ну, прекрасно абсолютно живем, но родители говорят, что иногда дорого, на деньги платите, то есть, нас вымогают деньги, за любое движение нужно заплатить деньги, 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 деньги. Да, а потом, если мне человек скажет, что вот, ну, так происходит, потому что надо выезжать потом с района и поступать, например, в ВУЗ, если поступаешь в ВУЗ, там заниматься твоей культурой. А не поступаешь, так и будет. Вот. И еще, я спросил тоже людей, спрашивал, не достает ли вас ездить в центр, но не сказать, мы уже привыкли, это не важно. Вот. Купить можно все для искусства, в данном случае, то есть, я стал ходить, я нашел сразу магазин Yamaha, который здесь продается. Нашел на Сланда еще человека, который работает в этом магазине, еще продает какие-то крутые дополнительные инструменты. На Сланда очень много, собственно, ну, правда, там по-дальницкому району нужно купить что хочешь, там, программа, да, но установка достаточно дешевая. Фото, видео, технику, электронную книгу в аркаде, книги, живопись, балет новостей. Короче, магазинов достаточно, здесь все хорошо, вот, то есть, купить для творчества и для искусства можно, что хочешь. Но, вот этот вопрос вставил практически всех в тупик. Какие культурные мастерские погии добываются в вашем районе? Почти все, там, коверночек, которые сказали, что мы приближем в забор, сказал, что никаких них. Никаких, но либо там детские, но для взрослых никаких. И вот, это фотка с последнего, куда я наконец забрал. Дальше, поскольку была проблема определения, что это возникало, то люди мне рассказывают про культурные события в других мастерах. И, самое интересное, что они мне рассказали, что есть такая очень большая проблема, это культурно-настоятельский центр в Новой Дагнице. Ну, это, по сути, район Дагнинский и культурный центр один. На весь район. И там осталась та же культура, которая, например, они хотят хоть что-то там проводить. Любую, они всем радуют, приходите. Потому что их хотят переделать второго центра. И им нужно какие-то проводить мероприятия. И там, вот мы, один человек, это не художник, это у меня сказал, там проводил свою выставку. Он говорит, ну, конечно, все хорошо, но им приходилось придаст сказать своих друзей. Никто этим не хотели, потому что это очень совковое место. Там бабушки, дедушки что-то поют, что-то делают, но молодых людей там нет, и никто туда не хочет приходить. Потом, календарь, там партизанская слава очень сильно влияет. Большинство культурных активностей, которые в Кучках-то происходят, она происходит там, там есть сцена, кинотеатр, пустыня, по типам искусства. Как вам архитектура? Вот молодые люди, которые здесь выросли, они говорят, что здесь круто. То есть им все нравится, молодежный новый ребенок, все хорошо. Еще тоже интересно, что фотофорки, это праздники как архитектарские, можно визуально отличить от любого добровольного юношнего. То есть ты смотришь на фотку и сразу понимаешь, что это тут. Потом я общался с теми, кто сюда приехал, там 5-10 лет жили, меньше, либо 4 лет, там где-то жили. И у них там достаточно сходится все, то есть угнетающее, давящее, очень ветром, холодно зимой, подувается, зелени не хватает, и вся такая вот фигня. И архитектура им, как для меня, не нравится. Вот это визуальное узнавание, то есть стало понять, какая архитектура может отвечать за ребенком праздники, чтобы оказалось Скорюнок, хотя для меня это великое здание, Скорюнок самый большой живой дом в Украине, вообще во всей Украине. Никто не знает, и вы мне праздников. Единственное, что знали, это трасса на Бориспорт. Вот поэтому можно было определить людей, что это праздники. Ну, дальше стал ходить, искать, что здесь может быть являться инсталляциями. Инсталляциями здесь стали вот, собственно, три башни, которые кто-то поставил. Потом много всякого же карта, и, собственно, возле парка сосредоточили несколько инсталляций. Граффити. У меня сказали, что отсюда, собственно, начинались интересные сказки. Это сейчас одна из самых известных граффити украинских. Она очень много рисует за пределы. Они рисовали детский самик чуть-чуть, и они здесь нашли свой стиль. И, собственно, здесь достаточно сильная культура граффити. А по местной граффити мне сказали, что вот это вот на Затоне, одна из самых красивых. Там вся вот эта вот будущая набережная, если это делать обрисованно. Ну, здесь не видно, а вот здесь обычные такие надписи. Такие тоже надписи. Это двери гаража в виде футбольного поля. Очень круто. Болганец, спасайтесь. В ходе мы промазали планетой. Вот. И большинство людей, которые спрашивают абсолютно разного возраста, сказали, что если нарисовано красиво, в принципе, пусть рисуют. Людям, которые рисуют граффити, я сказал, что нам, ну, зарисовывая то, что мы рисуем, во-первых, ты их не даешь денег. То есть нам нужно не только с тем, но и на материалы и на подъемник. И нет, короче, администрация не сотрудничает никак с Стритах, пока что, во всяком случае. Либо он не знает о таких стенках, которые были выделены для граффити, хотя их достаточно много. Есть группы, которые ходят и обрисовывают все, что можно. Вот. Одна женщина достаточно поживая сказала, что раньше писали в материке, сейчас слышат какие-то непонятные слова на сцену. Тоже интересно. Вот. Вот здесь еще много на асфальт снова нашлось. То есть, как мне сказали, кто-то тоже сказал, что здесь в этом районе очень много любви. То есть он признается друг другу в любви через асфальт. Но мне очень понравился штраф «Выбачь». Я нашел два граффити, на котором написано «Прости, и я тебя люблю». У меня сразу возникает какая-то история, что этот человек мог сделать с собой, либо с этой девушкой, чтобы спросить такое прощение. Танцы. Танцы – это то, что здесь самое близкое к спорту, поэтому с ними хорошо. В плане спорту, там есть танцы, все хорошо. Танцы на шосте есть, свадебные танцы есть. Клуб максимум не знает, куда он делся. Вот. И я сам видел вот в парке «Позитивный» несколько дней назад два парня танцевали, по-моему, буги-луги, что-то танцевали. Но они только сами танцевали, с двумя людьми никто к ним не соединялся. Мы все смотрели. Мне сказали, что такое происходит здесь часто, то есть ежедневное. Кино. Мамы смотрят то, что смотрят дети. Понятно. Здесь оказалось достаточно много людей, поскольку они живут в больших домах и знают друг друга. Они ходят под квартирами друг друга и смотрят по интересам какие-то фильмы. Вот. И это тоже было интересно для меня. Я спрашиваю людей, которые не спортников, зачем они вообще сюда едут. И самая частая цель – это именно к знакомому посмотреть кино, либо посидеть там с знакомыми в квартире. Кинотеатры, понятно, Аладдина, которым все знают, только плакатное кино. Есть факел, которым тоже много кто знает. Пробени, которым почти никто не знает. Мне сказали, что там вообще можно пойти, там сидит бабушка-механик, можно забить на воскресание, приходишь, договариваешься, что есть из плакатной сетки, тебе ставят, в это время как-то пришел. Можно дешевле договориться, если у вас не хватает денег. То есть такой, как домашний кинотеатр. И посмотреть можно. Но это не поздняки, факел и пробени, это хайперская, но они все равно считают это поздняками. В книжках, в библиотеке хорошо, но там вот мужчина, который спрашивает, он говорит, ну, точно с ними пользуется, книжками, бумажками, никому не нужны. В прах, как я часто встречал людей, которые читают, а еще чаще людей, которые разгадывают консульт. Не знаю почему. То есть у них такой. Музеи. Вот это было круто, потому что мне никто не ответил про музей. Мне пришлось достаточно долго искать музей. И возникает вопрос, чему здесь может быть музей. И музей здесь может быть единственным, что здесь старое, это все поздняки. И в 111-й школе есть некая группа людей, которая называется «Земляться поздняками». Они, собственно, в 2009 году создали этот музей, там подогревающие не видно, но там они собрали фото, всякие ручники, а то я не попал. Так, я был под школой, но не зашел. Но вот эта школа, 111-я, что самое интересное, находится как раз в первом поздняхелье, на том самом дикосином, ужасном. И она по отзывам, я читал еще отзывы на все школы, которые есть в Кавдоне, вот у нее самые худшие отзывы, которые вообще есть. Но она у нас еще школа и Кавпака, и у них есть 3 музеи, это партизанская слава имени Кавпака. Там тоже собрано все специально в Кавпаке. Музыка. В первый концерт приехали, увидели, что приехал этот мужик, который подает шарму, и он слушает очень сильно музыку. Он не всегда слушает, конечно, музыку восточную, он слушает музыку... Ой, да. Это музыка. Короче, здесь ходил смушивать всех людей, которые что-то говорят. Интересно, опять же, что их музыкальные инструменты, я видел людей с гитарами, стоит фахтопиано, в нем играл только один раз нормальный парень, но я подошел в Пасемск, он сказал, я с Кичевска, я приехал с знакомым. Галереи нету, только вот про это писать или живут. Театр... Подзрекальные. Общий итог какой? Граффити танцы нормально, но они сотрудничают, кинопосмотры есть, считать хорошо, в музеях есть, но никто их не знает, живая музыка есть, условия все есть, но никто не играет, и не умеет играть, либо играют, но не в самых поздняках, а... Основная задача, что все идет, только художники, поэты, писатели, то есть они говорят, что да, мы знаем, где они живут, они есть, но для Галина они никогда не играют, они делают куда-то здание. Ага. Ну, самое худшее, конечно, что театр, потому что я занимаюсь театром, театра нет нигде. Ага. Ну, то, что они нет в центре, возвращаются домой, смотрят по квартире, сказал, вот это вот происходит. То есть происходит какое-то отчуждение у художников от района, которые говорят, что вот если будет людям нужно, я буду делать, но я вижу здесь только маму, детей, и их интересует только их ребенок, и зачем я буду для них что-то делать, если я не хочу делать что-то направленное на людей, а хочу делать как-то более нормальное искусство. Вот. Потом меня еще спросили, вы спрашиваете, мне так нужно ли им, но и я их спрашивал, собственно, им нужно, как оказалось. Но они сами делать ничего не будут. Есть в пустыне, говорят, вот там делайте парк. Там, кстати, вот когда был Кремчак, он сказал, что есть прекрасный кемплан застройки пустыни Песка, там еще очень много хороших домов. Но когда выбирался Кремчак, он почему-то сказал, что там будет парк для освещений, и там нарисовал какую-то эту, есть сайт, на котором это все нарисовано, и местные думают, что там действительно будет какой-то парк для освещений. Но это, мне кажется, не будет. Очень хотят живую музыку в парке, но никто не играет нормально. И вот тоже мне это понравилось. То есть люди говорят, что район новый, он строится, и куда-нибудь достроится, и все будет, а сейчас ничего нет. Это цитата из какого-то журнала, в котором говорится, что здесь все есть, в общем, не надо даже их читать. Но на самом деле, в планировке самой нет ни блока духовности, ни блока искусства. То есть если брать каждый мир, мы перейдем как БГТ, а по количеству жителей это можно брать, то получается, вот здесь вот не видно, но там маф церкви. То есть церкви постепенно ставят свои мафы и отнимают свои права в каждом микрорайоне. То есть они стараются какую-то духовность продвигать. Те, кто занимается искусством, не ставят своих мафов. Есть парк Позняки, тут говорят иногда, происходят мастер-классы. Здесь как бы должна быть школа искусств, но сейчас там остатки села. И вот это интересный микрорайон, потому что они построили дома и всю коммунистическую часть, и не построили в соединении никакой социальной инфраструктуры. Значит, в общем, здесь нет сцены и нет культурного центра. Поэтому людям негде освобождаться, отсоединяться. Они говорят, что единственное, чего они показывают другим людям на районе, это вот эту свинью. Потому что здесь есть два села, и это единственная достопримечательность, на которую можно привести кого-то. И кто-то даже сказал, что можно там рядом со свиньей построить какой-то культурный центр в этой же месте. Вот. Местные люди, которые почистили это озеро и сделали там полянку, у них такая идея, что раньше в каждом селе была поляна, когда люди видели, что приходили, начинали там петь, гулять, то есть они отдыхали. Такого в микро-районах нет, они стараются это сделать, но непонятно. То есть нет общего блока, в каждом микро-районе есть только стоянки. сейчас будет все. И еще же нет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ